Чао тути, девочки, мои дорогие ребята, всем бунджорно, всем доброе утро, отличное настроение, потому что у нас сегодня два события. Первое событие у нас с мужем юбилей, 4 года назад мы расписались, немного попозже вам об этом расскажу, сейчас утро, мы собираемся в садик, это второе событие. Где-то месяц у нас были школы, садики закрыты, сегодня открылись, сегодня первый день, Аллегра уже меня ждет, и она с не очень большим, конечно, хотимем хочет идти в садик. Вени, Вени, вы все ли тут и мя миши? Вени, не хочет идти в садик, говорит, хочу всю жизнь, хочу постоянно быть рядом с мамой. Вени, Вени, мой пиццетин. Я сказала, что она мне сегодня будет помогать с ужином. Миракоманда, ютами, палачен, астасэра, си, будет готовить. Посолидаритутти. Тяо. Тяо. Немного моя девочка расстроена. Да, да, мой бассейн. Да. Моя кошечка, говорит, хочу все время быть с мамочкой. Ты моя кукунечка. Но в садик надо идти, я за садик. Нет, ты должен быть с детками. Ба. Спасибо, моя девочка. Вени, спасибо. Кстати, поставила здесь эти ромашки. Я надеюсь, они вам еще не надоели. Мне эти ромашки подарила Кристина. Я у нее увидела во дворе. Вот, их можно, да, пересаживать. Я говорю, я хочу себе тоже такие. И она мне купила. Мама, Малюля, это было. Си, чай это. Она мне купила. В общем, подарила. Они стоят 10 евро. Что хочу сказать. Занесла их домой девочке. У нас погода сегодня была минус 2 градуса. Я вон кофту, кстати, мне Кристина тоже подарила. Одела шерстину. Мы тепло сегодня. В общем, одеваемся. Такие спады по температуре. 28 плюс 28 градусов. И минус 2. Конечно, те, кто метеозависимый, как и я. В общем, голова вот такая. Все. Беру вас с собой. Супер отличное настроение. Я надеюсь, у вас такое же. Люблю вас. Олегра в садике. Конечно, я переживала, что она расстроится напротив садика. Но нет, она увидела своих подружек. Довольно. Побежала сразу. А посмотрите мои кроссовки. Мою шапку. Ну, в общем, девочки. Такие девочки. Была у мужа на работе. Менесла ему кофе. Еще раз его поздравила. Сейчас заберу. И мы с Кристиной через интернет заказывали. Мому мужу подарок. На юбилей. Я его забрала. Вечером ему отдам. Он мне... Ну, сейчас вам приду домой. Все, покажу. Красотолечка моя только зашла домой. Захотела вам показать пальто. Я его обожаю. У меня муж его давно-давно-давно дарил на день рождения. Точнее, я его увидела, позвонила ему. Думаю, хочу. Конечно же, он мне дал денежку. Он его купил. Красивый такой винный цвет. Тысячу лет его не одевал. Она в гардеробе висела. Теперь буду его носить. Уже на следующий год. Потому что сегодня нереально холодно. Сейчас разденусь. Покажу наши подарочки. На юбилей. Все очень скромно. Раньше была возможность дарить дорогие подарки. Сейчас возможности нет. Но я от этого не менее счастлива. У меня все замечательно. Все хорошо. В общем, сейчас расскажу и покажу. С мужем мы уже знакомы 9 лет. А в браке мы 4 года. Вот мы 8 апреля расписались. У нас была абсолютно скромная свадьба. Были родственники. Дружкой была Кристина. Это сестра моего мужа. И дружок был со своей фамилией. С семьей, извиняюсь. Это Руди, который работает у мужа на работе. Замечательный, добрый, потрясающий человек. Отзывчивый. Я очень рада, что он был с нами в тот день. У меня было уже огромное пузо. И я помню, нам предложили в первый раз дату 28 апреля расписаться. Я ему уже такая говорю, что я говорю, я не могу. Мы не дотянем. А мне нужно было родить в браке, чтобы роды были бесплатны. Потому что в той больнице, в которой я должна была жить, пришлось за все платить. А это нереально дорого. Поэтому я сказала мужу, я говорю, срочно, нужно и по-быстренько. В итоге Кристина, моя кошечка, она договорилась. Она очень хорошо дружит там с людьми одними. И нам дали 8 апреля. Причем, вы знаете, мое любимое число 8. Это бесконечность. Я обожаю это число. И мы поженились. Я помню, погода была жаркая. На фотографиях, да, я вам сейчас покажу. Платьице совсем легкое. Классно посидели, мало покушали. Практически все там осталось. Платьяце. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, был потрясающий день, который я никогда не забуду, хотя я, когда маленькая была, помоложе, я всегда мечтала, что мне бы хотелось выйти замуж в свадебном платье, но ничего страшного, все было замечательно, все было хорошо. Девочки, как познакомилась с мужем, я обязательно сниму видео. У меня было очень много тематических видео на моем первом канале, которого сейчас, к сожалению, нету. А я знаю, сейчас и на этот канал многие мои девочки перешли с прошлого канала сюда, и сейчас очень много новеньких девочек, девочек, ребят, которые меня смотрят. Я обязательно постепенно сниму эти все видео, плюсы-минусы жизни в Италии, как я с мужем познакомилась, буду рассказывать больше о Италии. Такие тематические видео, они, да, я должна была одна дома, и у меня, к сожалению, сейчас очень мало свободного времени. С сегодняшнего дня только начался у нас садик, но я обязательно потихонечку буду снимать эти видео. Итак, муж мне подарил денег, немного, я купила себе парфюм, агент-промокатер, фаталпин, я его раньше использовала, он мне безумно нравился, я про него забыла. Он недорогой, 100 мл, кстати, сейчас подуханюсь, с утра не духанюсь, стоит 30 евро. Запах просто летний, потрясающий, понюхайте, попробуйте, мне он очень нравится. И я сэкономила денюжки, да, там отложила, я купила моему мужу майку с длинным рукавом, он ее хотел сам себе купить, но я думаю, праздник надо купить. Купила в бенетоне, он хотел именно его цвета, знаете, на весну, на лето. Вот она, вот такая вот, не знаю, мне кажется, мы взяли с Кристиной Энку заказывали, но может быть она ему будет большая. Ну посмотрим, хотя это катон, один раз ее постираешь и она сядет. Ну посмотрим, вот, он любит такие цвета, ему очень нравится, я тоже как-то снимала видео про гардероб, сниму еще раз. У него гардероб очень яркий, он, когда был мне женат, любил пошопиться, как и я. Вот, хотела с вами поделиться. Когда познакомилась с мужем, конечно, у моего мужа было достаточно прилично денег, да, в принципе, и у меня. Мы могли много себе чего позволить. Он мне постоянно, там, каждые два месяца дарил туфли Лабутен. У меня там огромная коллекция, я вам обязательно ее покажу. Мы постоянно путешествовали, мы, он мне помогал очень хорошо, он мне из машины. Ну, в общем, много чего могли позволить себе. Ну, сейчас с кризисом, да, эти возможности, они, конечно же, ограничивались. И плюс семья, уже, ну какие Лабутены, они у меня просто стоят в шкафу, я их даже практически не одеваю. Ну, куда я их одену? Кристины в гости, когда мы отмечаем какие-то, да, посиделки у нас, праздники. Я их могу убирать, но неудобно в Лабутенах потом, да, заниматься уборкой. Они именно на выход куда-то в ресторан. Вот, поэтому дорогие подарки у нас, конечно, уже и закончились в связи с финансовым положением, да и вообще. Но я могу точно сказать, я мужу всегда говорю, и муж у меня всегда спрашивает. Ну, говорит, вот после четырёх лет совместной жизни, вот если бы я тебе сейчас сказала бы, да, там, выходи за меня, замуж, ты бы вышла. Я ему, конечно, я ему, даже не задумываясь, всегда отвечаю, говорю, да, потому что это тот человек, которого я очень люблю. Он надёжный, он заботливый, он замечательный муж, он замечательный папа, он для нас максимально делает всё. Ну, в общем, это потрясающий человек, и несмотря там на все эти финансовые проблемы, я уверена, что мы вылезем, да, всё будет замечательно, всё будет хорошо. Ну, а я могу вам точно сказать то, что в лабутенах ты или в шлёпках за 10 евро я себя чувствую, ну, одинаково, от этого ничего не меняется. Я считаю, что главное вот здесь вот. И мой муж, кстати, несмотря на всё это, не сломался, хотя многие люди, которые, да, жили, хотя мой муж сначала, и его родители, да, мой свёкр и моя свекровь, они с очень-очень бедной семьи, я расскажу как-нибудь отдельную эту тему, и он из бедности, да, мой свёкр сделал, да, бизнес, построил огромный дом, я вам обязательно сделаю рум-тур. Он, конечно, молодец, вот. Ну, а потом, видите, да, проблемы сейчас с экономикой, мне кажется, во всём мире сейчас очень многих, да, и взлёты, и падения, падения, взлёты. Но мой муж не сломался, он держится, он мне говорит, Таня, ну, нет возможности сходить в дорогой ресторан, пойдём сходим покушаем пиццы. И он, знаете, не, вот, не закрылся, да, всё так же, всё замечательно, всё хорошо, и так же я. Мы продолжаем жить, ну, вот так вот, ну, случилось. Бывают, да, такие перемены в жизни. Нужно держаться, нужно стремиться, нужно менять. И мы стремимся, да, чтобы у нас всё изменилось и всё наладилось. Но я уверена, что всё скоро наладится. Вот так. Подарки показала, девочки. Несмотря на то, что сегодня у нас юбилей, у меня куча уборки, куча дел. Буду сейчас этим заниматься. Фух, управилась. Убралась, уже немного погладила, погладила подушки. Наволочки на подушке вчера. Всё стирала, сегодня достирываю. Не знаю, если получится, ещё немного поглажу. Вообще, гласку уже оставлю на завтрак. Хотя она у меня сейчас, видели на столе. Время уже практически час дня. Пойдёмте пообедаем. Я ещё не завтракала. Ну, в общем, это будет мой и завтрак, и обед. Помыла уже, почистила. Один банан и груша. Груша сочная, вкусная. У меня осталось чуть-чуть мяты, совсем капельки. Надо купить новый. Сделаю как салат, и мне очень нравится, знаете, голодная же слюна потекла, выдавить лимонный сок. В общем, и вкусно, и полезно. Сейчас последнее время, пока нам фрукты подарили, доедаю, начинаю свой приём пищи с фруктов. Говорят, что когда организм отдыхал, от пищи не перерабатывал, и первый приём пищи после этого, организм просто в себя сразу всё впитывает. В общем, если сначала съесть что-то такое полезное, вот, то органим сразу впитывает всё это. Ну, это, я так, у одной девочки, у одного блогера посмотрела. Ну, точнее, она не блогер. Вот, но она об этом рассказывала. Девочки, размораживаю уже креветки. Десять штук здесь. На вечер, на ужин. Ужин у нас прям не будет. Будет одно блюдо, и всё. И, конечно же, это паста, и, конечно же, это спагетти. Да, муж мне захотел, я скажу, что ты хочешь. Хочу это. Ну, и плюс они у нас были. В морозилке у нас морозилка вся забита. Вот, надо будет её потихонечку разгружать, чем сейчас я и занимаюсь. Всё, девочки, буду кушать. Всем приятного аппетита. Кто кушает? Мы уже с Олегой стол накрыли. Она пока пошла в мультики смотреть. Я думала, быстренько сниму. Помогала мне накрывать. Поставила вот эти цветочки. Они мне так нравятся. Вазу подарила мне Кристина на Пасху. Попросила я жёлтую. На жёлтую мне нашла. Вот так вот. Потом, конечно, когда кушать будем, я уберу цветочки в сторону. Вот такой вот у нас сегодня столик. Сейчас уже через полчаса будем готовить ужин. Папа сказал, пораньше придёт. Ай, туда поставила мои ромашки. Девочки, бонасаратуты. Бабизоню салютаритуты. Бабизоню салютаритуты. Девочки, будем сейчас уже готовить. Олега мне будет помогать. Аспеть там. Я уже почистила креветки. Голову мы оставляем. Голову оставляем, потому что они дают очень хороший вкус нашему соусу. Да, мам? Пожалуйста, я дам воду твою. Да. Сейчас сразу включу воду. А я вода туда? Водогревает. Но, пусть и но? Пусть и но? Будет она мне помогать резать креветки. Пусть, пусть и? Эти креветки мы будем мелкорезать для соуса. Вот это я. Си, это для пиццетины. Так. Голову сразу я кидаю туда. Потом мы их уберем. Мама, это цели тоже? Ну, оно кубикулина. Мама, это я тоже. Парла помея, Миши, варь. Маска. Она говорит, она вас любит. Тропу дуру. Так, немножко так. Тропу дуру. Почу ее. Папа, не ты, пай, не ты, пай, не ты. Тяжело резать. Пожел я буду дурабу. А скажи девочкам, что ты сегодня будешь кушать? Кем аджа тоже ставьте, а? Почу дурабу. Мама, мама. Но. Хот. Хот. Дог. Хот-дог. Она сказала, что она сегодня кушать хочет. Хот-дог. Но. Иди, я пойду, боте. А ты, я пойду, боте. Нарезаем вот такими маленькими кусочками. Грации. Ну, расскажи. Партлок у меня не еще, да? Очень сладкая школа. Я приду сегодня в школу. О-о, и чайка шкафит. Ну, мы не будем лечь. Ну, мы не будем лечь. Ну, мы не будем лечь. Она сегодня очень подустала. Мама, сделай. Спасибо. Давай. Так. Мы уже порезали креветочки наши. Вон, сколько получилось. Да. Лебасты. И кидаем наши креветки. Спасибо. А где-то? Какая тяжелая туманная. Почему нельзя трогать? Ну, по коленке. Красота получается. Сейчас буквально пару минуточек. Поджарится. Добавим водички. Посолим. И накроем крышечкой. Бану. Бану. Добавила свежего чесночка. Бану. Дай девочкам попробовать. Бану. На Florida. Эээээээээмм. Неok. Вот не так. Неен! Авэээээ, у меня есть 15 минут в過去 все будет так вот можно проживаются уже это это в итоге я вам забыла рассказать историю по поводу нашего нашей свадьбы регистрации и я была права но когда первый раз дали дату 28 число я же уже сказала что я не доношу я рожу раньше так и получилось мы 22 ночью февраля поехали в больницу ночью дал мне начали схватки это был у нас по-моему третий или четвертый раз мы были за ездили схватками но мы когда ехали я уже мужа сказала ты говоришь все-все я рожаю в итоге я 23 родила мы до расписались 18 я не дала мама это маленькая хулиганка в общем я была права что 28 число росписи вообще нам не подходит до уставшие сегодня первый день в садике просто она уставшая уставшая хотя нам не любит помогать но сегодня она прям подустала поперчила я и добавила немного вот это вот спец и еще пару-тройку минут сейчас перемешаю под закрытой крышкой выключаю конечно было бы хорошо сюда бы еще добавить белой рыбки ну муж сказал давай только креветки и все поэтому так скромный соус голову повытаскивала ну что вот готов последний осталось можете знаете прям взять вот так вот ложку обложку и выдавить оттуда песни пузный сок мы потрем совсем капельку капельку много не нужно на экзотики чтобы не передавала вкус самой рыбы капельку капельку маслица потому что если макароны будут сухие то соус будет сухой то макарон будут не очень вкусно все соус готов вот здесь мало до креветок но я уже попробовала вкус прям очень хороший всегда оставляем кружечки воду там где варилась паста девочки потому что если у вас соус получится до суховатый макарошки то вы всегда можете добавить я уже добавляла девочки вот что получилось красота вкусно муж вкусно ты же моя девочка слышали сказала вкусно я вам еще показать макарошки так сейчас я попробую каланки ты она хочет тоже помехать ко мне начинаешь макарошки вроде forte макарошки на пуэ NS макарошки 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 то есть макарошки мы уже поужинали на десерт у нас шоколадный фондант я его давно готовила и он у меня был в морозилке буду там готовить папа с дочкой наш десерт шоколад шоколадным но это единственное мороженое это 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 все что у нас было в холодильнике морозилке всегда с мороженым хорошо мороженым ванильная знаете йогуртовая какое есть девочки мои дорогие ребята всем бонджорно всем доброе утро уже утро вчера если честно хотела закончить видео пошла лего укладывать спать и сидя уснула потому что проснулась по 6 утра не так рано но почему-то я вчера подустала девочки мои дорогие ребята с большим удовольствием поделилась с вами нашим днем нашим праздником скромным праздником вчера действительно такой знаете скромный ужин был паста это было да спагетти с креветками они вкусные да мужу понравились мне понравились вкусно но допустим это не то блюдо которое хочется постоянно повторять поэтому если вы вдруг захотите приготовить вкусно но это обычное блюдо муж уже на работе с аллегрой сейчас будем собираться в садик сегодня у нас уже немного потеплее 7 градусов с утра не так как вчера минус 2 мы замерзли мы просто не привыкли а я уже точнее отвыкла десертик мы покушали очень вкусно я его люблю но единственное мороженое до шоколад на шоколад шоколадом конечно это перебор немножко но вчера был ужин знаете такой я все все что было с холодильника с морозилки у нас это мороженое оставалось к нам кристина приходила в гости я ссылку оставлю кто не видел это видео у нас того дня еще но морозилки лежал вот мне просто захотелось почистить холодильник морозилку но если честно сейчас не то время для каких-то супер крутых праздников у нас что-то наша семья наши родственники не в самом сейчас лучшем моменте не буду в этом видео рассказывать вот но мы мы сильны мы стремимся все будет хорошо все будет замечательно у меня весь дом желтых цветов не знаю мне очень нравится желтый цвет сейчас как перед тем муж уходил на работу я залезла к нему в телефон мне нужно было немного фотографий взять чтобы сделать вам вставочку и у него фотографии есть девятилетний давности но я наверно я вставлю вам потом когда у нас у нас бреда когда мы поженились расписались и вторая дата когда мы познакомились в этом году будет 9 лет и сделаю вставочку до фотографии когда мы познакомились ну вот такой вот конечно интересно у меня телефон тот утонул я когда на любится с племянником отдыхала он у меня упал в бассейн случайно вот все всем отличного позитивно замечательного настроения любите друг друга любви и счастья добра здоровья и отличного еще раз настроения в общем все это все еще раз настроения любви и счастья добра здоровье и счастья добра здоровья и счастья добра здоровья